Алексей Куксенок Дело в том, что когда я рассказываю про темы прикладные, вот когда я рассказываю про язык, например, там выступаю, про ораторское искусство, там про тайм-менеджмент, у меня есть семинары, часто ко мне после лекции подходят люди и начинают спрашивать не про лекцию, про которую я только что рассказал, меня это очень расстраивает, а начинают спрашивать, собственно, кто же такой руководитель проектов, да, который, вот я же рассказывал, что я руководитель проектов, управляю проектами в компании, и люди часто задают вопрос, собственно, что это такое, и там львину долю времени я трачу на то, чтобы рассказать, там, не про иностранный язык, а про то, собственно, чем я занимаюсь, вот, поэтому я эту тему решил Решил, собственно, немножко сегодня вам и рассказать. Интерес, он вполне понятен, просто потому, что эта позиция проектного менеджера, она довольно, вообще, эта роль, позиция, она довольно молодая у нас в стране, а в городе в частности, да, то есть до недавнего времени на самом деле всех руководителей проектов в городе можно было пересчитать, там, по пальцам одной руки фрезеровщика, да, у которого там пальцы-то не все, вот, и все друг другу, естественно, знали в лицо, да, сейчас ситуация немножко поменялась, сейчас настало сильно больше, но мы по-прежнему больше всех друг другу в лицо, конечно же, знаем, вот. Вот, и была проблема такая, что те PM-ы, которые работали тогда, я буду говорить, PM, руководитель проектов, это один и тот же человек, просто, как бы, ну, в англоязычной среде мы говорим PM, project manager, а русскоязычный руководитель проектов, RP, PM, это все один и тот же человек, это не разные люди, не переживайте. Там будут разные люди, про которые сегодня будем говорить, вот, RP, PM, это один и тот же человек. Так вот, дело в том, что была такая проблема, она и сейчас на самом деле есть, что PM-ы, которые работают на этой позиции, не до конца понимают, что они делают, чем они занимаются, ну, или, точнее, чем они должны заниматься. Поэтому такое непонимание есть. В общем, моя задача сегодня как раз этот пробел восполнить. Я постараюсь рассказать коротко о том, что это за дисциплина такая управление проектами. Кто такой руководитель проектов? Он же РП, он же ПМ. Закрепили. Это все он. И чем он вообще, собственно, занимается? Какая у вас моя задача? Все-таки поближе мы познакомимся. Сегодня, как я говорил, вдруг мы забыли, кто я. Зовут меня Куксенок Алексей. Слайд тоже ничего не поменялось. Если фоткали, то ничего здесь не изменилось за неделю. К счастью или к сожалению, не знаю. Работаю в IT, повторюсь, достаточно давно. На текущий момент занимаю позицию того самого руководителя проекта в компании DataArt. Про кого я сегодня буду рассказывать. Есть свой блог, повторюсь, softpower.pro. Есть, я соведущий, соорганизатор проекта atbizradio.ru. Активный член, иногда организатор Воронежского и Питерского клуба тех самых руководителей проектов, на самом деле. Проектов-менеджеров. Видите, как все сегодня сложилось. Вот. В IT я работаю давно. При этом на позицию руководителя проекта где-то с 2015 года. И в тот момент, конечно, я был скорее не руководителем проектов, а координатором. Кто такой координатор, расскажу чуть позже. Это тот самый, еще один человек, который появится в нашем сегодняшнем повествовании. Вот. Чем он замечается, тоже расскажу чуть позже. Ну, и как это часто бывает, вначале, когда на такую позицию тебя назначают, или ты на нее попадаешь, ты начинаешь в основном управлять или что-то делать по наитию. Ну, кажется, что головы и головного мозга должно хватить. Помните, ты про систему 1, систему 2 рассказывал. Система 1, она все-таки разумная. Она хоть и ленивая, но она и разумная. И, кажется, ее достаточно для того, чтобы управлять тем, что здесь происходит. То есть, ты же видишь, что надо делать и делаешь. И, соответственно, по наитию направляешь. Естественно, в этот момент что случилось? Я начал все возможные грабли собирать в управлении. И в какой-то момент какая-то грабля, видимо, сильнее всего у меня щелкнула по голове. У меня что-то там замкнуло. Я понял такое. А, погодите, погодите, я что-то не то делаю. Ну, в смысле, я, наверное, что-то то делаю, но я делаю, видимо, то, что люди до меня уже делали, наверное, не раз. И эти проблемы они сталкивались, и как-то они их решали. То есть, есть какие-то знания, которые не я сейчас должен придумывать, они уже где-то есть. Подумал я, залез в Google, теперь уже поделаю, начал искать, собственно говоря, а что же люди делают в управлении, сейчас в управлении проектами. И, собственно говоря, я, да, на самом деле, как бы, этот совет про то, что, если вы оказались в тупике, попробуйте узнать, что об этом думает мир, он универсальный. Он не только под этот случай подходит. Расскажу вам секрет, 99% того, что вы делаете, уже когда-то делалось. Не в целом проект, потому что в целом проект уникален, мы сегодня будем про него говорить, а какие-то частные вещи, которые вы будете делать, технически особенно, 99% случаев есть на Stack Overflow или что-то подобное. То есть, не стесняйтесь, обращайтесь к мировому разуму, благо в 21 веке это не проблема, да, зайти в интернет и посмотреть, как решаются конкретные проблемы. Так вот, в моем случае, собственно говоря, когда мне грабли, значит, это стукануло по голове, я пришел, собственно, к пониманию того, что есть такая вполне себе отдельная дисциплина по управлению проектами, это целая дисциплина, даже можно назвать своей даже наукой, в которой есть своя теория, своя практика, есть там свои аксиомы, свои роли. То есть, это все вполне себе отдельная дисциплина, которую можно и нужно изучать. И это, в общем, изучать надо, да, для того, чтобы ты хочешь стать успешным менеджером. Но, к сожалению, всю эту науку управления ни за час не расскажешь, даже за два и за три не расскажешь, да, если бы у вас было столько времени и у меня. Потому что на менеджеров учатся годами, а потом, значит, доучиваются на MBA, а потом еще в жизни переучиваются. Потому что жизнь, знаете, какая штука, не совсем совпадает с тем, что рассказывают на MBA. Вот, поэтому сегодня я очень-очень поверхностно вам расскажу, в принципе, что это такое, чтобы вас познакомить с этой дисциплиной проектного управления. Расскажу немножечко, кто такой project manager, потому что я буду рассказывать в верхнем уровне, что он делает, потому что каждодневная его задача, это каждодневная работа, это, повторюсь, это можно годами рассказывать, чем он занимается, и какие тут есть хитрости, инструменты и так далее. Но в целом, чтобы вы поняли, чем он занимается, я сегодня вам как раз захочу рассказать. Так вот, проблема в том, что эту науку управления изучают так долго, проблема здесь вот в чем. Любой менеджер имеет дело с неопределенностью, с большой степенью неопределенности. Причем менеджер выше, директор, руководитель, тем в высшей неопределенности он работает. В чем у меня не получается столько денег. Потому что, как правило, инженеры, когда ты работаешь в проекте инженером, программистом, тестировщиком, дизайнером, неопределенность сильно меньше. То есть, в целом, ты знаешь, что нужно сделать, когда нужно сделать, а задача оценить, и сеть спокойно не продолбать и сделать работу. У менеджера задача сильно выше, к нему задачи приходят сильно более неопределенные, там мало понятно, что сделать, когда должно быть сделано, Задача менеджера организовать. Чем выше менеджер, соответственно, по позиции, тем, соответственно, неопределенность выше. И вот успешность менеджера, это как сейчас теорема, можете заучить, успешность менеджера зависит от того, насколько хорошо он работает с неопределенностью. Чем лучше он с ней работает, умеет с ней работать, тем на самом деле менеджер успешнее. В проектном управлении, это как подвид управления в целом, да, я вам сейчас не MBA буду рассказывать, да, в целом, про то, как управлять, а именно про проектное управление, есть свои инструменты, как с этой неопределенностью бороться. Вот, собственно, про них и сегодня, опять же, очень коротко и очень поверхностно, я сегодня и расскажу. В частности, мы поговорим про методологию управления, какие они бывают и вообще откуда они взялись, в чем их особенности, почему проектное управление такое, какое оно сейчас есть. Проговорим про суть и проблемы проектного менеджера, в том смысле, о чем проектный менеджмент и какими проблемами он, а, сталкивается и какие проблемы, б, он решает. Потому что явно это придумано не просто так. Проговорим про то, как управляются проекты или управляют проектами в разных типах компаний, и это очень сильно зависит от того, в какой компании ты работаешь, это очень сильно влияет на тот объем полномочий и задач, которые перед тобой стоят, сильно зависит от того, в какой компании работаешь. Ну и проговорим про ту самую дилемму неопределенности, про ту неопределенность, которую решает менеджер каждый раз в своей работе, каждый день, по сути. И что это такое, что за дилемма неопределенности, которую мне предстоит решить в проектном управлении, как с этим справляется менеджер. В своем сегодняшнем рассказе, пару слов надо сказать, опять же дисклеймер, я буду опираться на работы такого известного у нас в стране специалиста по проектному менеджменту, его зовут Иван Селиховкин. Кто-нибудь знает про такого, поднимите руку. О, есть такие люди, круто. Ну вот теперь, если задействовать эту тему, почитайте, он очень много на эту тему хорошо умеет рассказывать, потому что тема сам себе очень непростая. Но он один из тех людей, которые умеют рассказывать хорошо на эту тему. Кроме того, я сегодня буду рассказывать 5 вещей, которые буду говорить. Это, по сути, выжимки из манифеста гибких методологий, это наработки нашего Воронежского клуба проект-менеджеров, и это выжимки из такого массового, я буду сегодня на него ссылаться очень часто. Есть такой стандарт Института Международного Менеджмента, проектного менеджмента PMI, у него есть стандарт, называется PMBOK. Сейчас я сразу запишу, потому что вещь важная, в нем будут ссылаться. PMBOK это... Все же английский учили, да? После моей прошлой лекции все же начали его изучать, да? Переводится как он Project Management Body of Knowledge. То есть свод знаний о проектном управлении. Свод знаний. То есть, представляете, какой там размер этот свод знаний, да? Он реально большой, это книга почти 600 с чем-то страниц. И к ней выпускаются еще книги для того, чтобы не разобраться, еще по 600 страниц. Оригинальная, да? Книга 600 страниц, а ты еще три книжки по 600 страниц читаешь, чтобы разобраться, как ту книжку читать. Сложный, большой стандарт, я по нему немножко скажу, но буду на него ссылаться постоянно, потому что это, в общем, такая основная вещь, которая... Одна из основных вещей, которые используются в проектном управлении. Положение некоторое из него. Так, ну и давай начнем, собственно, с того, что будем попробовать разобраться с тем, откуда же взялась методология проектного управления, и какие в общем методологии, в принципе, это бывает. Смотрите, менеджмент, только как, как со отдельной дисциплины появился на самом деле где-то пару, несколько тысяч лет назад, когда появилось ремесло. Когда начали появляться такие одиночки профессионалы, которые, ну, ремесленники, по сути, да, которые выполняли работу, какой-то делает там продукт, для того, чтобы получать в обмен на него другие продукты, другие вещи, необходимые для жизни. Такими, собственно, были сапожники, гончары, кузнецы, вот все-все-все-все, фотографы, да, сейчас фотографы такие. Вот, а тогда они были вот эти, ну, по сути, это ремесленники, фотографы-ремесленники и были, и стали, по сути, ими. То есть специалисты-одиночки, основная задача которых состояла в том, чтобы управлять, по сути, только собой, только собой, поэтому это называется менеджмент-одиночек, только собой, некими складскими запасами небольшими для того, чтобы продукт производить, да и пары подмастерий, которые, вот там, мальчишки бегали, да, там, по мастерской помогали там что-то приводнести, что-то сделать, какие-то простые работы. Ну, то есть, они единолично управляли всем и вся. Это был так называемый менеджмент-одиночек. Он в таком виде существовал и существует до сих пор. Следующая стадия управления начала формироваться где-то на рубеже эпох, когда начали появляться профессиональные военизированные или военные формирования, которыми тоже нужно было управлять. Причем этот стиль менеджмента, он отличался, отличается, опять же, до сих пор строго иерархией. То есть, в ней есть, помимо, значит, солдат-исполнителей, да, непосредственных исполнителей, да, которые на поле боя идут, есть конкретная прослойка менеджеров-офицеров, командиров, да, которые, собственно, управляют этим процессом. Причем в этой структуре, чем он, опять же, отличительный? В ней очень строгая иерархия. Это так и называется менеджмент строгих иерархий. В ней все подчиняются всему. Ну, в смысле, там, чему-то, не всему, а все подчиняются чему-то. То есть, у любого элемента в этой иерархии есть командир, начальник, либо, если его нет непосредственно, он подчиняется уставу. То есть, это строгая иерархия, где есть очень четкая прослеживаемая иерархия, да, подчинение кому-то, чему-то. При этом, соответственно, у непосредственных солдат-исполнителей, у них, как бы, инициативы минимум, да, понятно, да, почему. Надеюсь, в армии никто не служил. Понимаете, кто в армии служил? Таких нет. Тогда буду я вам рассказывать, как там сейчас это происходит. Ну, значит, вообще происходит военное формирование. То есть, солдат минимум какой-то инициативы, они делают то, что им сказали. Это вот строгая иерархия, менеджмент строгих иерархий, вот, собственно, который формировался примерно в то время. И этот менеджмент строгих иерархий, он очень сильно отличается от менеджмент одиночки. Понятно, почему. Как минимум, здесь группа людей, которые нужно держать в такой жесткой дисциплине. Где-то в районе 18 века начался, скажем так, развиваться следующая стадия управления, следующий уровень управления, или подвид управления. Он появился в связи с тем, что примерно в это время начали формироваться такие группы высокопрофессиональных специалистов, которыми сложно было управлять. Просто потому, что их область знаний, область деятельности, она достаточно сложна была для понимания. То есть, в ней разобраться вот так просто так было сложно. Все солдаты сказали, вот, и ружье беги туда. Ну, несложно повторить этот маневр. А вот, когда работают такие специалисты, сложно их заменить. И поэтому их менеджер, вот менеджер, у них тоже есть менеджер, вот таких профессионалов, все равно им управлять надо. Опять же, группа людей появляется, нужен некий менеджер. Вот менеджер, как раз он скорее администратор. Он не разбирается, не до конца разбирается в том, что делают его сотрудники. Ее задача чисто административная. Ему сложно их заменить. Ему сложно там подменить, соответственно, там человека, который ушел там на больничную или где-то приболел. Вот, при этом они друг друга подменять могут. Ну, в своей области какой-то, да, в ответственности. Как картинка намекает, вот эти группы высокопрофессиональных специалистов, это вот в современном мире, например, можно привести пример, это больницы и их главврачи. То есть главврач, он не главный, не самый умный врач, он администратор по сути, а врачи это те самые высокопрофессиональные специалисты, которые меняются друг с другом, но при этом главврач их заменить совершенно не может, хотя какая-то специализация врачебная иногда бывает, но далеко не всегда. Так, ну и дальше появился, скажем так, чуть позже, это уже в районе начала 20 века, появились четвертые системы менеджмента, которую можно назвать управление профессиональными созвездиями. Что это значит? Это значит, когда вам приходится управлять командой людей, каждый из которых является профессионалом в своей области, внимание, в своей области, если там они там врачи, они примерно там в одном что-то, то здесь в своей области каждый профессионал. При этом, соответственно, менеджер тоже их заменить никого не может, они друг другу заменить тоже, скорее всего, не могут, как правило, вот, а управлять ими надо. И отличительная черта такая, по отдельности они цели, цели, вот, допустим, проекта, или цели, задачи, для которых собрали, они достигнуть не могут. Отдельный какой-то специалист, причем он профессионал, но достигнуть этой цели не может. Он может достичь этой цели только работая в команде других специалистов в других областях. Поэтому это называется профессиональное созвездие, да, то есть это созвездие совершенно разных, но очень больших, хороших профессионалов. Ну и, соответственно, руководитель, здесь задача руководителя, менеджера, здесь, вот в этой, в такой конфигурации, быть, по сути, интегратором. То есть он единственный видит, по сути, обычно картину цели, он понимает, за что нужно сделать, какие ресурсы нужны, чтобы эту цель достичь. Отдельный профессионал видит только свою зону ответственности. Помните, про неопределенности я рассказывал? Вы, наверное, понимаете, к чему я клоню. По сути, вот в IT работает вот так. Ну, конечно, каждый себя видит спецназовством. В том смысле, что каждый профессионал, он примерно видит свою полянку. И только руководитель, менеджер, проектный менеджер, по которому буду рассказывать, он видит картину в целом, он является интегратором, он знает, как эту цель достигать. Вместе с ними и со всеми. Без них, естественно, он никак не может это сделать. Соответственно, вот эти стадии, через которые прошел, да, как бы мысль, управленческая мысль там за несколько тысяч лет. И, соответственно, вопрос к вам, коллеги. Какая система менеджмента из этого списка сейчас наиболее востребована? Как вы думаете? Давайте, один, два, три или четыре. Как вы думаете, какая первая, вторая, третья или четвертая? Самая востребована какая? Самая современная, может быть, самая старая, которая там тысячелетиями уже используется. Как вы думаете, какая третья? При неавтономными профессионалами. Ну, окей, какие варианты еще? Один человек имеет свое мнение здесь, или что? Четвертая? Давайте все переберем. А про первое, второе, что вы думаете, она не используется сейчас? Первая менеджмент одиночка, это когда один человек, один, ну, фотограф, да, сам себе, блогер, вот, вот, он похож, блогер, да, он один, да, у него максимум есть тут помощник, кто стоит за камерой, и он там сам придумывает те идеи, сам их там выкладывает, создает контент и так далее. То есть это менеджер, который, ну, сапожник, фотограф, да, который работает сам на себе, как правило. А про неавтономными профессионалами, когда такие профессионалы, но есть менеджеры, которыми управляют, но не может их заменить. Это врачи, это, например, каменщики, вот, да, это водопроводчики хорошие, то есть им, у них руководитель, это менеджер, он администратор, точнее, он не умеет делать эту работу, не может так просто ее, собственно, разобраться. Ну, ответ здесь, на самом деле, простой. Используются, конечно, все, все методологи управления. И давайте приведем примеры, где они могут использоваться. Смотрите, вот этот менеджмент-одиночек, помимо приведенных мной блогеров, да, и инстаграмщиков, в современном мире существует, например, где? Очень менеджмент-одиночек похож, например, на стартап. Что такое стартап? Вы знаете, поднимите руку, кто же сказал стартап? Если вы не блогер, вы должны быть стартаперами, да, вы же знаете. Пить смузи, сидеть в каворкинге, вот чем стартапер занимается. Но если говорить там серьезно, то стартап, он как раз похож, скорее, такой на единый организм, он обычно состоит там из одного, двух, трех человек в начале, в самом начале, и они ведут себя как единый организм, где легко договориться друг с другом, где все принятые решения тут же притворяются в жизни. Это, по сути, как будто один человек принимает решение, что-то делает. Но это ровно до тех пор, пока компания начинается происходить диверсификация работы, то есть когда появляется там директор по маркетингу, директор по экономике, директор по операционному развитию, тогда начинается диверсификация, потому что это уже не стартап, он уже ведет себя как группа людей, которые вот один из этих способов использовать, причем используется все из этих, как я сказал, далеко не факт, что, мне кажется, в организациях есть строгая иерархия, и это необязательно армия. Где еще менеджмент одиночек? Меджмент одиночек в современном мире еще используется, например, в антикризисном менеджменте. Что такое антикризисный менеджмент? Это когда компания находится на каком-то не очень стабильно хорошем состоянии, туда зовут варяга, который приходит и попытается, собственно, немножко компанию из этого дна вытащить. Может быть, как большая текучка ресурсов, может быть, плохие финансовые показатели, упала капитализация на бирже, то что угодно может быть. Что он делает? Он, по сути, там, корпорация может быть любого гигантского размера, но он, по сути, единственный, кто принимает решения в этой корпорации во время антикризисного менеджмента. Ему все лично докладывают, вплоть до последней уборщицы, то есть он единолично здесь принимает решения обо всем. То есть менеджмент одиночек, его можно отлично сюда отнести именно к этому кейсу, к этому случаю. Строгая иерархия. Строгая иерархия, конечно же, это все силовые ведомства, про которые мы сказали, они существуют до сих пор. Там, конечно, надо бы не сажать, если что-то не так сделало, но, тем не менее, строгая иерархия подразумевает жесткую дисциплину, довольно жесткую дисциплину. Собственно, все силовые структуры, где дисциплина, собственно, нужна. Кроме того, подобная система управления по сей день применяется в некоторых госучреждениях, вдруг, если вы не знали, например, в какой-нибудь налоговой. Там очень сложная и сложно подчиненная иерархия, там все знают, кому кто подчиняется. Там точно так же минимум инициативы на самом низу. Ну, простите меня налоговики, если будете меня смотреть. Ну, примерно это так организовано. То есть некоторые госучреждения по-прежнему работают так. Ну, и, например, какие-то производственные цеха больших заводов, где стоит конвейер, где, собственно, от рабочих требуется стоять, крутить гайку. Там никакой инициативы особой и не надо, как правило. И там, опять же, тоже достаточно жесткая иерархия, все знают, кому подчиняются, собственно, кто за что отвечает, на кого свалили, в смысле, кто виноват, если что. Поэтому эта штука работает до сих пор, никуда от этого не деться. Управление профессионалами, автономными профессионалами, ну, понятно, что я уже сказал, это, как во время 80 века, как это появилось, это в основном врачи и их врачебное объединение, то в современном мере это такие же управления профессионалами, типа, там, водопроводчики, сварщики, каменщики, ну, то есть тех, чего работу просто так вот, оп, встал, вместо него там сложил замок для Марио, да, не получится, да, если ты никогда этим не занимался. Но административно как раз управлять вполне можно. Ну, и управление профессиональными созвездиями. Это как раз то, о чем я говорил, я уже намекал на это, как мог, что, по сути, это основная такая форма организации и управления в большинстве современных компаний, которые работают по проектному управлению в области строительства информационной технологии, очень, на самом деле, это схожие сферы, как ни странно. Спецотряды во всяких силовых ведомствах, то есть сама армия в целом, это строгая иерархия, то вот эти маленькие спецотряды, типа спецназ, там, диверсионные группы какие-то, там, разведывательные группы, когда собираются профессионалы из разных областей, и у них там задача есть какую-то вполне себе, какую-то задачу необходимо выполнить, это как раз маленькое проект, маленькое проектное управление, в котором требуется для того, чтобы эта команда достигла собственных целей. Ну, и, опять же, в больших вот этих вот заводах, где сама по себе заводе, на заводе может быть строгая иерархия, но когда необходимо какие-то изменения произвести, например, проапгрейдить тот же самый конвейер, какую-то систему управления поменять, новую программу испечения, это само по себе тоже проект. То есть для этого собираются тоже маленькие команды, которые эти проекты делают, внедряют. Это тоже, в общем, управление со звездами тоже здесь используется. Повторюсь, то есть сам весь завод работает под строгой иерархией, например, да, а непосредственно такие маленькие изменения, они внедряются вот путем вот таких вот систем, таких методологий. Так, ну, мы поняли, что с проектным управлением не так все просто, правда ведь? Давайте, собственно, теперь попробуем разобраться, в общем, в чем, собственно, суть проектного управления, да, и в основных его проблемах. Начнем мы вот с чего. Давайте попробуем разобраться, собственно говоря, что же такое проект. Как вы думаете, что такое проект? Кто может сказать определение? Не очень долгое, но желательно емкое. Что такое проект, как вы думаете? Обычно задние ряды лучше всех знают, потому что они постоянно находятся в теме, они постоянно обсуждают что-то. Наверное, они обсуждают тему. Не знаю, что такое проект? Давайте разбираться. Коммунистическое определение проекта выглядит вот так. Вот это взято, собственно, вот отсюда. Испьем бог, шестого. Простыми словами, проект это некая вещь, которая во время не определена, она имеет вполне себе осязаемое начало, время и цель. При этом проектная деятельность, проект всегда направлен на то, чтобы получить, работать в интересах конечного, уникального результата. Если я буду несколько раз повторять, уникального результата, то, для чего создается проект, его задача создать некий уникальный результат. При этом он имеет дело всегда с некоторыми ограничениями и неопределенностью. Это вот, если так немножко разложить то, что написано здесь. Ну, смотрите, это слишком все-таки широкое понятие. Опять не очень понятно, как же в жизни понять, что является проектом, а что нет. Давайте попробуем погенерировать с вами, что является проектом в жизни, а что нет. Смотрите, как я уже сказал, основные характеристики проекта, это уникальный результат. Я нажимаю все время. Уникальный результат, ограничения и неопределенность. Коллеги, вопрос к вам. Приведите пример проекта мне. Опять задний репет, я зашуршал, проект обсуждают. Думают, какие проекты будут. Пример проекта, придите, пожалуйста. Что является проектом в вашей повседневной жизни, например? Окей, хорошо, да. Ну, можно его условно назвать. А почему она, по-твоему, является проектом? Потому что завтра надо сдать, да? А ты вчера об этом подумал, да. Тут упирается в то, что уникальность, как правило, там бывает не сильно часто. Под уникальностью смотреть, надо понимать, немножко шире трактовать. То есть не каждый проект создает лекарство от рака. Не об этом речь. Хорошо, если он так производит. Уникальность подразумевает, что даже если, допустим, какая-то строительная компания, выбор, строит дом, и она, в принципе, там, не знаю, типовые девятиэтажки строит, каждый раз на каждом новом месте это новый проект, это новый результат. Потому что это новое место, оно физически новое. Там, может быть, другие условия регулятора, там, могут быть, другие законы в этот момент, там, может быть, другая команда, которая его делает. То есть, как минимум, команда поменялась, у вас уже уникальный результат, потому что вы уже с другой командой делаете эту задачу. Поэтому уникальность не в том, что насколько он прорывную вещь создает в мире, а в том, что это вещь, которая в текущей конфигурации не делалась никогда. Хотя, в целом, мы специализируемся на создании проектов, например, здесь проекты делаем. Тем не менее, у нас каждый проект – это именно проект, потому что у него есть уникальный результат, ограничение на неопределенность. Ну, давайте пример такой. Как вы думаете, вот процесс обслуживания бабушек в регистратуре, не хочу сказать, вас в регистратуре, и, надеюсь, вы не ходите в поликлинику часто, ну, например, вообще пациенты в регистратуре. Это проект или нет? Как вы думаете? А почему нет? Почему нет? Вот чек-лист, чек-лист. Почему нет? Чего здесь не хватает? Ты знаешь, ты так что говорил. Ну, процесс отлаженный. То есть, что? Ну, завести карточку, к какому врачу отправить, да? В какой следующий шаг он отсутствует? Ограничений есть, да, там, по времени обслуживания не есть. Неопределенность? Ну, да, потому что не очень понятно, какой врачу надо понять, скажем так, напрямую там непонятно. Ну, всегда, ты знаешь, завести карточку, отправить терапевту, там он дальше разберется. Там уже начинает поступать другим методом управления. То есть, здесь нет как такового уникального результата. Он многократ повторяет, и, в общем, у них, поверить мне, в госучреждениях, почему там такая строгая иерархия, там прописано все. Там вот такие простыни, кто что должен делать. В другой момент, что не все читают, что там написано, но, тем не менее, они все есть. Поэтому процесс он всегда формализован в госучреждениях. Такой пример. Сездить в Турцию, не знаю, куда, на Гуа, по путевке. А это проект или нет? По путевке. Ну, ограничение там есть. Она, к счастью, не бесконечно стоит, и не бесплатная. То есть, сколько-то денег она стоит. По времени тоже. Это проект или нет? Нет, это не проект. Вряд ли я без подвоха спрашивал. Это не проект, потому что здесь не очень-то неопределенности. Нет, практически нет неопределенности. Только фосмажор какой-то может помешать, но там самолет не взлетел, еще что-то. То есть, если вы едете, например, сами планируете маршрут, вот это проект. У вас есть большая неопределенность, вы не знаете, где вы окажетесь на вторую-третью ночь, не знаете, что там случится. По путевке вы едете, за вас там даже уже возят, вас кормят уже, даже расскажут, когда на экскурсию надо ездить. То есть, неопределенности нет. Вот этого критерия нет, соответственно, это уже проектом не назовешь. Ну, хорошо. Строительный бизнес, как я сказал, он очень близок к нашему айтишному бизнесу, и там тоже очень много проектов. Строительство египетских пирамид. Как вы думаете, это проект или нет? Конечно, проект. Почему? Что сказал? Хорошо. А какой, например, какие там ограничения? Это результат. Вот он есть, на самом деле, он есть, да. Результат есть. Не буду вас долго мучить, это такой вопрос с подвохом, потому что вряд ли вы присуствуете с целью пирамид. Тут проблема была в том, что у них не было ограничений. В общем, почему? Потому что у фараона был ресурс всего Египта и близлежащих окрестностей для того, чтобы пирамиду построить. То есть единственное ограничение, какое было, это, по сути, время жизни фараона. То есть он мог подтянуть любой ресурс, какой он был нужен, чтобы построить себе пирамиду. Ну, для примера, знаете, как у нас «Зенит-арену» строили в Питере? Сколько она миллиардов стоила, да? То есть таких можно было 5, 6, 7. Ну, то есть неограничный ресурс государства, в целом, его можно было строить вечно. Ну, то есть быстрые люди поняли эту штуку и, в общем, строили вечно. То есть его, как сказать так, условно назвать строительство «Зенит-арену» тоже не получается проектом, потому что, в общем, ограничений-то не было. То есть ограничений в деньгах, ты мог, в принципе, получить столько, сколько надо, да? Они, в конце концов, их получили. Поэтому строительство пирамид в этом конкретном случае, потому что ограничений-то не было, это не проект. Поэтому проект – это является то, что удовлетворяет всем этим трем критериям. Каждый проект должен этим критериям удовлетворять. Если чего-то из этого нет, то вы, скорее всего, имеете дело, наверное, вот эта штука – проект, в смысле, внизу, а вот этот конвейер, например, это не проект. Да, вы знаете, откуда это. То есть вот это не проект. Конвейерное производство, у которого нет уникального результата, как правило, очень мало ограничений. Ну, то есть они есть, они известны заранее. Прекрасно любой автозавод знает, сколько будет стоить выпуск в ближайшие полугода «Лада Приоры». Да, вы же все на «Ладах Приорах» ездите, правда? Вот. Он прекрасно знает, сколько это будет ему стоить. То есть ограничения вполне себе известны, они есть, но неизвестны. Неоправильности тоже нет. Конвейер пашет и пашет. То есть люди стоят, гаечку подкручивают, у него подходит очередная «Лада Приора». Он и подкручивает, хоп, сломалась. Ну и ладно. Выпустим ее с конвейера, да. Ребята доделают, разберутся. Вот. А разработка новой модели для конвейера, для какого-то производителя, вот это уже проект. Давайте все поняли. Потому что он удовлетворяет всем вот этим вот, всем вот этим вот потребностям, скажем так, всем этим характеристикам. Пошли дальше. Соответственно, что, если подытожить, что получается, что характерно для областей, где работает проектное управление, где, собственно, есть проекты. Во-первых, высокая неопределенность, мы уже про это сказали. Динамичная внешняя среда, она как раз приводит к тому, что эта неопределенность, она да и порождает. Ну, например, там, высокая неопределенность, это опять же вот с динамичной внешней средой для IT, но оно чуть меньше, для, допустим, строительства очень важно, потому что там куча регламентирующих документов, как строить, где строить, когда строить, они еще меняются. То есть там есть отдельные люди, которые занимаются тем, что эти документы постоянно там держат в актуальном состоянии у себя, чтобы построить, не дай бог, не построить с нарушениями дом, да. То есть если у нас там проеспечение ты сделал, просто удалил, да, то строителя, который, застройщика, который неправильно построил дом, да, стоит его еще и снести, да. У нас просто Ctrl-D нажал, да, а у них чуть посложнее с этим, да, там, снести, поэтому тут это очень важно, это очень сильно меняется. Естественно, есть на все это жесткие ограничения. Не бывает такого, что приходит заказчик и говорит, ребята, бабла вообще, делайте, что хотите, да. Ну, по крайней мере, ко мне ни разу не приходил. Всегда приходит заказчик, что-то говорит, знаете, мне-то всего три месяца есть, и денег-то всего там сто тысяч, причем не долларов, а рублей. Вот, и сделать мне что-нибудь, вот, и за эти деньги, как бы, они всегда есть. То есть если кажется, что их нет, то на самом деле, нет, еще их нет, они на самом деле есть. Если заказчик об этом вслух не говорит, они все равно есть. Это все вещи, которые, собственно, присущи любой среде, где работает проектное управление. Да, смотрите, и все эти характеристики, вот эти штуки, они, к сожалению, так уж получилось в проектном менеджменте, они как раз мешают нам, проектным менеджерам, достигать целей. Потому что у любого проекта есть цель, да, разработка нового, новой модели, еще что-то там, это всегда есть цель. И они мешают, иногда они там прямо противоположны тому, что мы хотим сделать. Возникает вопрос, что с этим делать. Как же, собственно, спланировать и вообще управлять проектом в условиях, собственно, неопределенности и этих самых ограниченных ресурсов. Смотрите, для этого как раз и есть те самые методологи управления, про которые я сейчас только что вам рассказывал, да, в целом. В проектном менеджменте их существует подвидов еще много, методологи управления. И каждая из этих методологий, она пытается ответить на этот вопрос по-своему. Собственно, как же с этим быть, как же планировать, управлять проектом в условиях тех самых ограничений и неопределенности. Методологий много, они разные, нет единого стандарта просто потому, что, как бы, дисциплина проектного управления, как я сказала, достаточно молодая. Она вообще в мире, там, где-то официально, в годах 60-х, да, там, работает. Хотя, конечно, проекты были и до этого, как мы помним, да, правда, с неграничными ресурсами. Вот, ну, если назвать это дисциплиной, скажем, со своими там понятиями, это где-то 60-х годов появилось. Вот, и все методологии сложно разделить на, ну, сложно про них рассказать тоже быстро, их сильно много. Но для целей нашей сегодняшнего с вами беседы давайте пройдем просто простую классификацию, чтобы просто было понятно. Они принципиально друг от друга отличаются. Есть так называемые, мы будем их называть легкими или open-source методологиями, которым относятся Scrum, Kanban, XP, FDD. Кому эти цифры не напоминают именно рэперов, а считают, а кто знает, что это такое, скажем так? FDD как будто рэпер, да, какой-то XP, FDD как будто в Blackstar Mafia. Нет, это значит не знать. Хорошо, если будет интересно, почитайте. Они в целом все относятся к легким или там Scrum методологиям. Какая их отличительная черта, задача легких методологий, их задача в том, чтобы конкретный заказчик получил то, что он хочет. Легкие методологии не обещают то, что ваш проект уложится в эти самые ограничения. Он говорит о том, что заказчик, другой заказчик, ты получишь то, что ты хочешь, которое тебя удовлетворит. А тяжелые методологии, вот эти названия, кто-нибудь знает, поднимите руку, из этих аббревиатур что-нибудь? IPMA, 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 PRINCE2, MSF, ROOP. Вот PMBOK, он вот к этому относится, к стандарту. PMBOK это Project Management Institute, то есть институт проектного менеджмента международный. Этот, собственно, стандарт PMBOK разработал он. У этих, у каждых ребят, у них свой стандарт есть. Они часто проприетарные, то есть платные. Они разрабатываются, как правило, компаниями. Вот MSF, соответственно, это Microsoft-овский стандарт, ROOP это Rational Roles. Эти компании, они разрабатывают ее самостоятельно, потом они говорят, почему бы на этом не заработать, стандартизируют его на уровне международном и начинают, собственно говоря, брать деньги за то, что ты его изучаешь, за то, что ты его применяешь, за то, что там... Ну, в частности, вот эту книжку получить бесплатно нельзя. Вы в сторону так даже не скачаете. Для того, чтобы ее получить, например, она книжка вот этого стандарта, необходимо быть членом Международного института проектного менеджмента и за подписку, там, по-моему, 300-400 долларов в год ты имеешь доступ к этим, собственно, документам. Вот, поэтому она вещь-таки платная. Так вот, а задача как раз в тяжелых методологиях, так сказать, жестких методологиях. Задача, собственно, сделать клиента не только удовлетворенным, то есть не только дать ему то, что он хочет, да, но при этом попасть в некий проектный треугольник. Что такое проектный треугольник? Смотрите. Нарисуем его красенным. То есть, как я уже сказал, задача легких методологий, вот этих вот, чтобы клиент получил то, что он хочет. То есть, ну, грубо говоря, удовлетворен. Вот удовлетворенный клиент, вот пусть он такой, что это, в котелке, так, потому что у него деньги тут, наверное, есть. Вот, он должен быть удовлетворен. Вот задача методологии, легких методологий. Но при этом легкие методологии говорят, слушай, клиент, я не гарантирую, что мы попадем в те ограничения, что у тебя есть, но зато ты точно получишь то, что ты хочешь. Так вот, эти тяжелые методологии, их задача не только дать удовлетворение клиенту, то есть клиент должен получить то, что он хочет. Я говорю, я плохо рисую, поэтому очень люблю. Тоже в котелке, пусть у меня тоже будет денег, даже больше. Но тяжелая методология еще говорит о том, что клиент, я постараюсь еще уложиться в те самые ограничения, с которыми ты ко мне пришел. Ну, так себе треугольничек, да? Ну, привить и фантазию. Что каждый из сторон треугольника символизирует, коллеги? Как вы думаете? Про какие ограничения идет речь? То есть, вот здесь вот легкие мы говорим, мы сделаем что-нибудь, но не факт, что получится попасть. А здесь мы попадем в ограничения. По каких ограничениях идет речь? Что важно клиенту? Время. Ну, сроки-то назовем. Что-то у нас прям на сроках-то все кончилось. Сроки, хорошо, еще варианты? Срок, срок, да. Может, не оттуда. Бюджет, средства, это все относится к, это можно все назвать как раз, ну, деньги, да, назовем это деньги, ограничения, денежные ограничения. Чего еще не хватает? Есть сроки, ну, то есть мы хотим знать, когда мы закончим, мы хотим знать, сколько это будет стоить, как клиент, да? А что же еще? Какие еще ограничения? Что, чего еще не хватает? Ресурсы, ну, это все к деньгам, грубо говоря, это все, это все деньги, средства, ресурсы, все туда, то есть ресурсы человеческие, нечеловеческие, что же мы зарплату платим, что же ресурсы, там, понятно, деньги на то, чтобы купить, тоже ресурсы, а то есть для заказчика, это конечная цена, да? Очень похоже, очень похоже, каким-то одним общим словом, потому что сейчас только что было, поэтому пробей, да, Надя рассказывала. Все это называется умным словом содержание, или по-английски scope. Извините, я иногда буду на него соскакивать, это слово scope, ну, потому что мы привыкли англоязычными терминами, конечно, оперировать. Ну, то есть, смотрите, вы когда заказываете ремонт у себя на кухне, да, вы не скажете, ну, в целом сделай хорошо. Да, ну, то есть, а кто так говорит, поднимите руку? Кто бы так заказал бы вот себе, да, ремонт? Вы хотите сказать, так, слушай, парень, скажи мне, когда ты закончишь, сколько мне это будет стоить, и мне нужно, чтобы ты положил плитку такого-то, типа, здесь примерно, там, такой-то техник, здесь то-то, то-то, да? Вы же так заказываете, конкретно, вы же приходите, не приходите в Макдонидс и говорите, дайте мне какой-нибудь бургер, да, Black Star бургерную, да? Вы же какой-то конкретно называете, то есть вы говорите о каком-то содержании. Проблема у себя в том, что, а, ты заказываешь просто любое, да, я понял. Проблема в том, что клиент, часто к нам приходя, он как раз про содержание-то и не может сказать. Он как раз говорит, в целом мне нужно что-то в бизнесе сделать лучше. Это как раз одна из задач, собственно, с этим разобраться. То есть, вообще, задача это как раз методология, вот этот треугольник построить до его начала. Но никто не говорит, что клиент приходит и говорит, у меня этот треугольник есть. Он приходит обычно с некой болью, говорит, у меня вот что-то вот в бизнесе не так. Это хорошо, что он еще понимает, может быть, что у меня все классно в бизнесе, и надо еще с ним поговорить, чтобы выяснить, что в бизнесе не так. И потом этот треугольник нужно построить, просто потому что с этого треугольника нужно начинать. Если у тебя этого треугольника нет, то ты, собственно говоря, ты можешь в лучшем случае сказать, как в легких методологиях, вот это вот, я попробую сделать то, что ты хочешь. Не факт, что тебе обойдется в те деньги, которые ты хочешь, и в те сроки, которые ты хочешь. Итого, задача легких методологий именно удовлетворить заказчика, при этом не отвечать ни за что вот из этого. Да, бывают такие вещи, когда мы, это обычно при разработке продуктов, то есть любое приложение в вашем смартфоне, которое вы открываете, оно зарабатывается, как правило, вот этим вот способом. Потому что здесь главная задача удовлетворенности вас, как клиентов, да, и постоянно вот эта вот обратная связь сбора того, что вы там делаете, вдруг вы не знаете, за вами следят, да, то есть то, что делает приложение, там, разработчики знают, как оно себе идет, куда вы нажимаете, как часто вы ходите, и в зависимости от этого, обрабатывает этот фидбэк, вы, собственно, и приложение зарабатывается дальше. Задача именно такая. А большинство продуктов все равно так разрабатывается. Заказная разработка почти вся работает вот так, потому что вы, как клиент, как сами, как заказчик, когда будете что-нибудь заказывать, вам интересно, сколько это будет стоить, сколько вы дадите денег, когда это будет готово, правда ведь? Любой другой заказчик это хочет. То есть, с точки зрения легких методологий, если вы делаете свою работу хорошо, и этот результат, который вы добиваетесь, он удовлетворяет клиента, значит, вы молодец, как project manager. А с точки зрения тяжелых методологий, даже если вы сделали мощнейший прорывной инструмент, повторюсь, который порвал все Google Play и Apple Store, но при этом вы провалились, вышли за пределы этого проектного треугольника, то вы провалились как менеджер. За это, собственно, как это сделать, вот, собственно, проектные методологии отвечают. Именно поэтому в них по 600 страниц, потому что это ни разу не тривиальная задача вот это вот сделать, да, это говорит заказчик, и при этом за проектный треугольник не вывалится. На самом деле, вот это различие между тяжелыми легкими методологиями, сейчас давайте подпишем здесь, О-Т-ЛТ, придумал ник новому рэперу, да, для Blackstar, ЛТ, смотрите, значит, это противоречие, на самом деле, оно как раз для начинающих пьемов является яблоком раздора, и многие там спорят, правильно ли это или неправильно, и какой использовать методологию. То есть, задача как раз, скажем так, моя рекомендация здесь какая? Проектов, чисто работающих вот так и вот так, очень редко бывает, очень редко бывает, в современном мире почти все разрабатывается итеративно, с регулярным показом результатов клиента, то есть без итеративной разработки, которую пропагандируют легкие методологии, никак нельзя. А мой совет здесь, надо использовать сочетание, на самом деле, тяжелых и легких методологий. Как это сделать, я сегодня, к сожалению, вам не расскажу, потому что это еще лет на пять. Вот, это очень такая тема непростая, но в двух словах, чтобы вы просто понимали, эти вещи относительно друг от друга не существуют, их, как правило, применяют в какой-то степени рядом. Так, ну и смотрите, давайте посмотрим теперь, давайте посмотрим, какую форму проектного управления принимают в разных компаниях. Как я уже сказал, эффективность проектного управления в целом и проектного менеджера очень сильно зависит от того, где вы его применяете. А компании, как ни странно, в этом мире разные, но в целом можно попробовать их загнать в некую, ну, такую структуру, с точки зрения того, как организованы они внутри. Что имеется в виду? Вот какие основные варианты, основные варианты компаний. О, она улетела. Ладно, надеюсь, тут видно. Там в целом написано, здесь написано отдел номер один. О чем идет речь? Это так называемая функциональная структура компании. Что имеется в виду? В компании есть некий директор, есть отделы, в отделах работают специалисты, каждый по своей области у отделов есть начальники. Проекты, опять же, может быть, для вас это удивительно, могут образоваться в необходимости этого проекта в любой компании. И тогда, соответственно, проектную команду начинают набирать просто из отделов. Да, как, ну, соответственно, ну, можно в айтишной мере представить, там, программисты, тестировщики, дизайнеры. И вот их, собственно, набираются из разных отделов для того, чтобы они выполняли какой-то проект, делали проект. При этом руководитель проектов, вот он красненький, да, потому что злой, его, собственно, берут из числа сотрудников отделов. Ну, потому что нет отдельной такой компетенции проектного менеджера, и он, собственно, обычно один из них. Эта структура функциональная, так называемая. Это маточная структура. Маточная структура немножко отличается. В ней тоже есть свои отделы. И сейчас объясню, к чему это рассказывается. Есть свои отделы, допустим, там, программисты, тестировщики, дизайнеры. Есть там, у них начальники отделов. Но есть отдельно выделенный, как правило, отдел, компетенция проектного менеджмента. Иногда это организуется в виде проектного офиса по МО, Project Management Office. Иногда это просто отдел PM-ов. Но там есть всегда отдельный человек, которому задача, по большому счету, управлять проектами, которые в этой организации, допустим, создаются. Кстати, а вот это вам какую методологию управления напоминает в этой функциональной структуре? Помните, про которую я рассказывал? Там менеджмент-одиновочек есть, особенно те, кто обсуждали. Они, наверное, обсуждали именно ту тему. Подскажите, это какой напоминает вам методологию управления здесь в таких организациях? Иерархия. Иерархия, видите, какая мощная? Здесь все, здесь, то есть эта структура, например, для примера, она может дальше вниз уходить. На больших организациях она уходит на 10 коленей вниз. Строгая иерархия. Да, это строгая иерархия, по сути. Поэтому в ней, ну, как ни странно, в них тоже, как я уже говорил, могут возникать необходимость в проектном управлении. Вот, в матричной структуре есть человек, то есть есть специальный отдел, который предоставляет PM-ов, руководителей проектов. Есть отдельная компетенция, которая занимает, опять же, выделяется команда из людей из разных отделов, но, собственно, есть специальный человек, обычный человек, который знает, как это делать. Он не просто между делом, как бы, делая свою работу каждодневно в этом отделе, да, управляет проектом, организованным в этой организации, а это специальный человек, который профессионально этим занимается. Ну и структура влезла, о, это влезло. И проектная. Проектная структура, она отличается тем, что, по сути, видите, отделов-то никаких нет. Видите, она максимально плоская, то есть отделов нет, есть некий руководитель, естественно, без него как, есть некий руководитель. Есть команды, которые, собственно говоря, у них нет своего дома, у них нет своего никакого отдела. Они живут в неком общем пуле ресурсов, просто ожидают появления проекта, там написана команда номер два, ничего такого, не просто кома, да. Они собираются по соответствующему проекту, при их появлении их собирают, собственно, специальные люди, которые тоже являются частью общего пула ресурсов, проектные менеджеры. Эти команды собирают, и команда живет ровно до тех пор, пока необходим проект выполнить. Вопрос к вам, коллеги, как вы думаете, какая из этих структур используется в компании DataArts? Строгая иерархия, да? Да, он за это расстреливает за плохую работу. Как вы думаете, какая у нас? А давайте так, где проект менеджеры лучше всего работаются, как вы думаете? Легче всего работаются? Третий вот туда или вот туда? В этой, а почему? Почему в проектной? Потому что она называется так, да? Ну а почему это? Все же, если... Не, ну в той иерархии там тоже один начальник, просто там над начальником еще начальник, еще начальник, еще начальник. Нет, ну, дело, дело, конечно, не в этом, не в том, что он кому-то начитывается, в любом случае кому-то надо, потому что все, что ты делаешь, ты сделаешь как бы не просто для себя, ты делаешь на самом деле для компании. Опять же, твоя ошибка большая, дело, мы проекты делаем для компании, в интересах заказчика. Поэтому ты в любом случае кому-то будешь отчитываться. У проектной организации тоже есть руководитель. Кто это такой, я расскажу чуть позже. Смотрите, вольготнее всего живется проект менеджеру здесь, в проектной организации. Именно потому что здесь у него максимальное количество возможностей, обязанностей, но и возможностей. Скажем так, его влияния и власти достаточно для того, чтобы делать проект. Вот в этих отделах и делать сильно сложнее. Здесь у него нет влияния особо на свою команду, просто потому что большинство вопросов приходится решать через начальство. А как-то святое правило любого проекта, нужно спрямлять коммуникацию. То есть, чем больше звеньев коммуникация, тем хуже, тем хуже работает проект. Как вы видите, здесь он напрямую общается, и по большому счету их начальник всегда это руководитель проектов. То есть, у них там по большому счету другого нет. А вот в этих подразделениях у них начальник-то есть, они с ним работают 90% времени, а вот с этим там 10% времени. Естественно, там какие-то вещи, ой, не, иди к Петровичу, узнай, не знаю, я там, да, он мне разгружать фуру заставил, мне некогда делать твой проект, например. То есть, вот примерно так это и работает. Поэтому приходят часто через менеджеров ходить. Здесь это вообще, у этого бедного менеджера вообще нет никаких сил, влияния власти. То есть, он один из сотрудников, причем, может быть, младшим сотрудником, да, его поставили руководительным проектом просто по компетенции или области, домен знаний, где он руководит, но, тем не менее, у него вообще минимум-минимум власти, и там все решается через менеджеров. Конечно, ПМУ вольготнее всего и удобнее всего делать проекты здесь. В этот Арктик сейчас именно такая структура, так что имейте в виду. Но самая распространенная в мире, на самом деле, вот такая, матричная. Это такая симбиоз функциональной и проектной деятельности. Да. Теперь смотрите, как я сказал, да, где же все-таки ПМУ работает с лучшим? Мы уже сказали, что работает с лучшим, естественно, здесь. Объясним, почему. Потому что власть ПМа, вот здесь вот, она минимальная, да, то есть, у него, он тут практически не может ничего делать, ему всегда надо бегать к этим менеджерам несчастным за ресурсов, чтобы получать их работу, чтобы они не отвлекались, чтобы они вовремя что-то там делали, допустим, к начальникам отделов за каким-то железом, например, бегать, если нужно. В этой организации, здесь у него власти побольше чуть-чуть, потому что ресурсами владеют они вместе, то есть, у них такое совладение ресурсами. В данном случае ресурсы полностью принадлежат проектному менеджеру на этапе работы в проекте. У него других, собственно говоря, пока не живут в пуле, по сути, начальства-то и нет. То есть, они просто в пуле сидят, ждут, пока появится проект. По поводу бюджета, смотрите, бюджет ресурсы полностью владеет бюджетом только проектный менеджер. Здесь он, опять же, делит бюджет, опять же, как мы сказали, над ресурсами с начальником отделов. Здесь полностью ресурсы принадлежат начальникам отделов. То есть здесь он только может попросить. Если здесь они еще могут обсуждать, чем загружать, в этой структуре необходимо только просить. Тебе могут и не дать твои ресурсы. Ну и, собственно, позиция PM в этой структуре, она временная. Ну, то есть, как бы проект отвалился, человек, значит, продолжит работать в своей бухгалтерии, да, там, главным бухгалтером, например. В этой структуре она тоже временная, но она иногда бывает полная, ну, как-то full-time. В том смысле, что поскольку это специалист, специальные компетенции, выделенные компетенции, чтобы управлять проектами, он, соответственно, только этим и занимается. Но он этим занимается, например, на двух-трех проектах одновременно. То есть в конкретном проекте она бывает частичной занятостью, но он при этом, скажем так, он практически постоянно обычно этим занимается. Ну и в этой иерархии это основная работа человека. У него нет никакого отдела, в котором каким-то бумажками переворачивать. Он только занимается руководством проекта, вообще доведением проекта до конца, до цели. Вот. Это вот, собственно, чтобы вам подытожить, да, о чем, собственно, мы говорили. В чем в его власть, бюджет проекта, чем они, собственно, друг от друга отличаются. Это мы уже это дело проговорили. Проблема еще вот в чем. Помимо того, чтобы попасть в нужную компанию, да, с нужной структурой, желательно, чтобы в ней не потерять последние нервы и что-то там пытаться достигать, проектному менеджеру еще нужно, ему еще нужно оказаться в компании с нужными полномочиями. Что имеется в виду? К сожалению, часто бывают путаницы, часто проектного менеджера путают с немножко другими ролями, которые на самом деле проектным менеджером не являются. Часто его путают с проектным координатором или экспедитором и с программным или портфельным менеджером. При этом у экспедитора или координатора у него сильно меньше власти, сильно меньше власти, а вот у этого товарища сильно больше ответственности. Кто это такие люди? Экспедитор, координатор на самом деле разные роли, но для сегодняшнего, скажем так, доклада этого будет вполне достаточно. Это такой человек, который, такая несамостоятельная роль, его задача в чем? Он ничем не распоряжается, никакие планы не создает, он только отслеживает планы чужие, созданные руководителем проектов. Его здесь в этом списке нет, потому что мы с ним сравниваем. Его задача коммуницировать, следить за отклонениями от плана. Если отклонения от плана есть, то он просто во время поднимает красный флаг, нужным людям говорит, что вот есть проблема, нужно что-то с ней решать. И все. Это несамостоятельная фигура, он ничего не принимает решения, у него минимум власти, минимум задачи. Это по сути такой некий секретарь. У координатора чуть больше, чем у экспедитора, но в целом как бы смысл такой же. Повторюсь, у него сильно меньше власти. Сам же, соответственно, PM, руководитель проектов, его задача, он проактивно создает эти все планы, он управляет проактивно тем, что происходит. То есть он не просто следит за планами, он проактивно пытается делать какие-то действия, чтобы жизнь от плана не отставала, скажем так. Он проактивно какие-то действия проводит для того, чтобы если какие-то риски будут, он пытается их предотвратить, эти риски отработать и так далее. То есть это все делает PM в своей каждодневной работе. Повторюсь координатором, он просто смотрит. О, не сложили эти цифры, пошел, доложил PM, например. И здоровый, который часто путают с PM, это программный или портфельный менеджер. В ней вот какая сложность. Его задача, программный портфельный менеджер, это он помимо того, что он управляет проектами, обычно он управляет не напрямую, обычно там у него есть свои PM, но, как правило, он тоже может управлять проектами. Но его задача не просто управлять проектами, а балансировать их относительно друг друга. Например, задача предотвратить, например, конфликт ресурсов. То есть вот те самые ресурсы, которые мы до этого смотрели, вот в этой структуре ресурсами владеет, тут не нарисовано, как раз программ-менеджер. И вот он смотрит между разными проектами, как сбалансированные ресурсы и помогает, как раз проект-менеджер, вот здесь он помогает ему, как правило, эти ресурсы перекидывать, нанимать, убирать, нанимать более квалифицированные и так далее. Это задача программ-менеджера. Кроме того, программ-менеджер, его задача выступать как бы мостиком между проектами и бизнесом. стратегическими целями бизнеса. Соответственно, он может влиять как на цели, так и на проекты. Соответственно, он может стартовать проекты, может закрывать проекты именно для того, чтобы, собственно, эти цели бизнеса выполнять. У него часто помимо задач по тому, чтобы проект должен попасть в ограничение и соответствующую цель достигнуть, у него еще есть обычно как раз требования от бизнеса, например, какие-то операционные, я вам скажу, вы не поймете, операционные цели выдерживать, например, по прибыли. И вот как раз для того, чтобы эти операционные цели выдерживать, он как раз и занимается. Там проекты перекидывают сюда, эти сюда, где-то закрывают, этот может открыть и так далее. В Датар такая позиция называется Delivery Manager. Но по сути это портфолио программ-менеджер. Портфельный менеджер или программный менеджер. Так, ну а и пару слов на том, что такое программа-портфель. А то вы знаете, что это за человек. И хочется понять, собственно, что такое программа, что такое портфель. Для примера, сейчас в последний раз порисую. Опять плохо, но надеюсь... Так, вот это, по-моему, хорошо смотрится. Надеюсь, вы поймете, о чем речь. Смотрите, пример программы. Возьмем нашего любимого, незабвенного Илона Маска. А то давно мы его что-то не брали. Он там сидит, ничего не делает. Смотрите, вот проект по разработке какой-нибудь новый Тесла, это какой-нибудь Model X что-нибудь такое. Это, как правило, программа, не проект. То есть для того, чтобы разработать Model X Теслы, я очень условно рисую, повторюсь. Потому что очень люблю. В общем, какая-то ходовая, колесики, движок. А, не, движочек у него сзади, вру. Это же движочки у него вот здесь вот находятся. У него же электрокаржа, вот здесь батареечка. Так вот, как правило, разработка новой модели, это не проект, это программа. А проектом является, например, разработка ходовой части, проект номер один. Разработка там двигателя с батареями, это проект номер два. Разработка кузова, проект номер три. А вот это все, это программа по разработке, например, Model X. Что ж такое? Что они так плохо пишут? Программа. То есть это те самые проекты, которыми нужно управлять в совокупности друг с другом. То есть ими управлять отдельно, ну там отдельно ребята что-то там колеса собрали, отдельно батареечки собрали. Получится что? Автоваз. А вот чтобы получился Model X, нужно это управлять в совокупности. Для того, чтобы это получилась, в конце концов, модель. Поэтому вот это называется программой. То есть это совокупность проектов, которые друг без друга управлять бессмысленно. Вот этим занимается программ-менеджер. Поэтому перекидывать здесь ресурсы, понятно, да, там, допустим, где-то там не успеваем, где-то нужно, например, больше компетенции с колесик перекинуть на двигатели, да, с двигателя, значит, на разработку кузова, ну и так далее. То есть понятно, я утрирую, но в том смысле, что задача как раз программ-менеджера балансировать так, чтобы в целом программа сошлась. Это такой мега-мега проект, состоящий из маленьких мини-проектов. А вот, если мы, опять же, берем нашего незабвенного Илона Маска, по портфеле немножко отличается от программы. Это совокупность программ и проектов, которые стратегически важны для компании. Вот что стратегически важно для компании Илона Маска, помимо автомобилей, кто знает? Чем он еще занимается? Что-что? PayPal. PayPal с него начал, с него, собственно, на Tesla начал делать. Это, нет, это такая, у него бизнес, который он начинал, это такая его игрушка. SpaceX, отлично, кто сказал, поднимите руку. Вот, чем занимается SpaceX? Вдруг, а? Кто летает в космос? Илона? Вот, если он там запустил. Да, SpaceX, например, да, это производство и запускает ракеты. Что еще он делает? Что еще делает Илона Маска, помимо SpaceX и Tesla? Ну, помимо того, что он еще получает удовольствие и тратит свои миллионы. Что он еще делает на работе? Кто знает? Что-что? Да, Hyperloop. Hyperloop. Вы понимаете, о чем идет речь? Да, мы говорим, Hyperloop, то есть это система передвижения по Земле. Это космическая ракета, это автомобили, электроавтомобили. То есть это все один портфель, портфель, как бы, скажи, систем для систем передвижения, скажем так, да, которую он строит. Вот это, в его понимании, это будет портфель. Они стратегически важны. У него есть другие направления бизнеса, знаете, там у него компания с нейролинк, которая занимается нейроинтерфейсом между человеком и компьютером и так далее. Она стратегически входит в другой портфель. Вот этот портфель, в котором вещей связаны с передвижением в космосе, по планете и так далее, но вообще говорят, что эти все электрокары делаются для того, чтобы потом на Марсе было на чем ездить. То есть он пытается свалить из планеты и, собственно, там ездит на своей Тесле. Вот. И там эти, собственно, как раз эти гиперлупы, это же тоже поезда, которые в герметичных туннелях ездят. То есть это все такая инфраструктура, которую он хочет обкатать на Земле, потом перенести на Марс. Ну, другими словами, это как раз стратегически важный для него портфель задач, проектов, которые, собственно, ему нужны для того, чтобы покинуть нашу бренную Землю. Ну, в том смысле, чтобы перелететь на Марс. Ну, что вы подумали. Вот. В этом, собственно, и задача проектов, программ, отличие программ, проектов и портфелей. Понятно? Примерно, чем отличается. Программы друг относительно друга, проекты в программе, их имеет смысл друг с другом делать просто потому, что это какая-то единая цель. А портфель это стратегически важный для компании, тоже цель, но стратегически важный для того, чтобы, например, развоевать там целый, не знаю, там, отдельный новый вид бизнеса или там нишу какую-то занять на рынке. Смотрите, ну и, как бы, где-то здесь он, ага. Соответственно, если подытоживать вот то, что я вообще не рассказал про проектных менеджеров и программных портфельных менеджеров, конечно, самое опасное оказаться в компании функциональной, как правило, с, значит, полномочиями проектного экспедитора, а с обязанностями проекта портфельного менеджера. Вот такую ошибку никогда не совершайте, потому что это как-то расстрельная должность, которая долго не живет. Часто она и существует именно в функциональных структурах, не во всех. Если вдруг кто-то смотрит, и в функциональных структуре работает, не во всех. Но она просто больше всего тяготеет именно туда. Ничего себе не поделать. Так, мы очень кратенечко про дилемму неопределенности, откуда она берется. Смотрите, в чем неопределенность вообще, я уже говорил, да, это как часть работы менеджера. И в чем состоит именно дилемма неопределенности? Вот в чем. Ранее мы говорили о том, что, с одной стороны, проект работает в условиях высокой неопределенности, с другой стороны, в условиях ограничений, да, они никуда не деваются. Если неопределенность, ограничения, блин, и при этом еще есть какая-то цель, которую надо достичь. Как это делать? Пьем как раз и руководитель проектов, это тот человек, который умеет добиваться успеха в таких условиях, да, это вот такой человек, супермен. И, соответственно, как эта дилемма выглядит именно в проектном управлении, как он с ней работает. Ну, рассмотрим на примере. Смотрите, приходит какой-то бизнес, может быть, Илон Маск, да, к своему там проектному менеджеру, наверное, у него такой есть, какому-нибудь одному, и говорит, слушай, мне нужно сделать такую-то новую штуку, там, вот в такие-то ограничения, там, с таким-то количеством денег. У меня там есть миллион долларов, два дня, вот, и нужно какую-нибудь там новую модель для Теслы придумать. То есть все виды проектного менеджмента налицо, да, у нас есть ограничения, у нас есть вполне себе задача, то есть какую-то новую модель для того, чтобы заработать, у нас есть ограничения в деньгах два дня, там, в деньгах миллион долларов, в сутках, два дня в сроках. Возникают проблемы, какая возникает задача у проектного менеджера? Он такой, для того, чтобы принять эту задачу, помните, мы говорили, что выставить этот треугольник, это задача менеджера, да, то есть он должен поднять и посмотреть, а может ли он за два дня и за миллион долларов, пусть за миллион долларов, но за два дня сделать эту самую модель. Его задача этот треугольник выстроить. Что пытается сделать руководитель проекта? Как ему понять, может ли он это сделать? Он пытается построить максимально конкретный, максимально детализированный план того, что нужно сделать, чтобы понять и посчитать. А вообще это за два дня и за 2 миллиона долларов сделать можно и за два дня? В этом, собственно, возникает проблема. В том, что для того, чтобы ответить на вопрос и взяться за этот проект, проектный менеджер должен сказать, посмотреть, построить этот план, план, подробный план проекта, при этом сделать это он не может. Сколько-нибудь детальный план сделать на начальных этапах проекта нельзя. Его нельзя сделать нигде, ну то есть ни в строительстве, ни в IT, просто потому что там есть высокая неопределенность. Что с этим делать? Работу это делать надо, проекты же делаются, при том, что вот такие штуки существуют у каждого проекта. Что с этим делать? Как это решить? Те самые методологии, про которые я рассказывал, методологии легкие и тяжелые, потому что их жесткие хочу назвать. В какой-то степени и жесткие надо сказать. Легкие методологии и тяжелые методологии на этот вопрос отвечают по-разному. Как я уже говорил, с точки зрения легких методологий, мы можем ответить, Ивану сказать, мы можем прикинуть примерно сколько это займет, может быть 2 дня, может быть нет. Вообще я не отвечаю, когда я это закончу, но я тебе точно сделаю то, что ты хочешь, давай просто будем делать и вот когда она получит, какого ты хочешь, вот тогда мы ей скажем, что она закончена работа, но при этом я отказываюсь отвечать за сроки и отвечать за деньги. Это с точки зрения легких методологий. Повторюсь, как и разрабатывается продукт. На что, собственно, может сказать Иван, меня это, естественно, не интересует. В смысле меня, у меня это не просто когда-нибудь, может быть, мы увидим. Мне, конечно, надо бы, чтобы это было сделано за 2 дня и соответствующие деньги. Тогда что можно сделать здесь project manager для проектов. Он, соответственно, говорит, что, слушай, дорогой Илон, я, конечно, постараюсь не только, чтобы ты получил эту самую машину, да, за ту, которую ты хотел, новую модель, но я постараюсь вложиться в сроки и в ограничения, про которые ты говоришь, про которые ты говоришь. Точнее, я постараюсь вложиться в сроки ограничений, которые здесь возможны. То есть, проектный менеджер не волшебник, он не может сделать за 2 дня новую модель придумать. Ну, может быть, она, конечно, и возможно сделать, я не такой специалист в автомобильном строительстве. Но задача менеджера сказать, что реально этот проект сделать, то есть, эту модель разработать в такие-то сроки, в такие-то бюджеты. Вот это он должен сказать, то есть, вот этот треугольник, он должен образовать, повторюсь, опять же, это обязанность project manager. То есть, если он согласился сделать за 2 дня и за миллион долларов, да, ну, теперь, а теперь делай. Но если он никоим образом не проверил, да, вот с этой неопределенностью не поработал, а можно ли это сделать за 2 дня и за миллион долларов, но он сам виноват. Он провалится, потому что он не попадет в эти ограничения, он провалится, он окажется несостоятельным project manager в руке проектов. Для того, чтобы эту проблему решить, он делает вот что. Он делает в своей работе большой акцент на планировании. В руководстве проектами там 70-80% времени это работа с планами. Сразу стало сильно скучнее, да? И без плана ничего, невозможно ничем управлять. Поэтому большой акцент в планировании. Если в легких методологиях там никакого планирования, как правило, нет, ну, там небольшой, маленький, потому что это время там на спринт на 2 недели, то вот здесь план строится там, как правило, на весь проект. Не очень детализированный, повторюсь, потому что есть неопределенность, но он там строится. И для того, чтобы за время, как-то, за время пути собачка успела подрасти, да, чтобы за время, опять же, реальность она немножечко другая, в реальности оказывается все по-другому. И чтобы при этом проект не развалился, акцент на планировании строится вот в каком виде. Я вот смотрю вот этот рисунок. Мне тот больше нравится, красненький. Это последний рисунок на сегодня. Я говорил, что тот будет, да? Я вас обманул. Вот это будет точно последний сегодня рисунок. А где был синенький? Вот, синенький луч всех рисовал. Он, скажем так, проектный менеджер, не просто он делает акцент на планировании своей работе. Его основная задача – постоянно смотреть за неизменностью определенного рода планов. Для того, чтобы вам объяснить эту штуку, использовать такая аллегория, как принцип куриного яйца. Вот здесь воздушная прослойка, здесь будущий цыпленок. А ничего, получилось, да? Ну, оваленький немножко, ну ладно. В этом принципе яйца зачем он нужен? Чтобы вы запомнили что? Что есть некая неизменная скорлупа, внешняя среда, которая не должна меняться никогда. Эта скорлупа, она выполняет роль, это некое высоковерневое плана, оно не меняется. А внутреннее содержимое, когда там цыпленок растет, оно меняться может. Оно меняется, оно уточняется, оно детализируется, а вот это внешнее всегда не меняется. При этом в проектном менеджменте роль скорлупы играют цели проекта, сроки, стоимость. Попробую написать цели проекта, сроки, стоимость. Это те самые цифры, про которые сказал Илон, да? Они должны существовать в этом плане. Ну, то есть, понятно, проект менеджер должен проверить, что он в эти может уложиться. Если у них может уложиться, он их фиксирует в документе, который называется сустав, сейчас я про него скажу. А если он по них не может, он, соответственно, расскажет Илону, слушай, ну, за два дня это сделать нельзя, или это будет стоить миллиард долларов, да, за два дня там. Мы все автомобильную промышленность мира подключим и там за два дня сделаем. Ну, это будет миллиард, например, стоить. То есть, вот этот треугольник нужно построить. Где строки, стоимость, то самое содержание. Ну, да, то есть, что должно получиться в конце, да? Должна получиться в конце новая модель какая-то. Ну, это некие ограничения и риски, известные на этот момент. И эти все штуки, они фиксируются в таком документе, который называется устав. Устав проекта. К сожалению, в таком виде устав он существует очень-очень редко, очень редко существует. Как правило, эти вещи прописываются либо в контракте, либо это устная договоренность, устно-письменная договоренность на уровне почты. Но она должна быть. Если вы этот устав не знаете, то, по сути, вы здесь фиксируете вот эту штуку. Это обязанность проектного менеджера. Его за вас никто писать не будет, составлять его никто не будет. Клиент может как раз явно эти вещи не проговорить. Эти задачи как раз проектного менеджера с этим разобраться. То есть этот устав, грубо говоря, составить, записав все эти вещи. А внутри, внутреннее содержимое, которое постоянно уточняется и изменяется, здесь как раз уточненные планы стоимости, сроков, ресурсов и так далее. То есть со временем можно понять, что нужно человек не 5 человек, а 10 человек, 7 человек и так далее. Но смотрите, какая задача-то получается у проектного менеджера. Она состоит именно в том, чтобы можно, кстати, отсюда понять, да. Какая задача, глядя на это яйцо, самая основная у проектного менеджера, как вы думаете? До какого момента проект имеет смысл? Когда что? Понимаете, мы договорились? Ну, в них надо обограничение, да. В них надо попасть, получить результаты, в них попасть. То есть как только вот эти штуки могут меняться, они же могут меняться уже не только изнутри, они же могут меняться снаружи, вот это, скорлупа имеется в виду, да. А может поменяться конъюнктура рынка. Клиент может сказать, слушайте, мне не нужно там не за два месяца, а за месяц. Или крест говорит, ой, меня урезали финансирование, мне теперь нужно это сделать там за цену в два раза меньше и так далее. То есть эта штука все может меняться. Задача проектного менеджера как раз следить за тем, чтобы скорлупа не менялась. Ну, то есть вот это вот ограничение проекта, базовое ограничение высокого уровня не менялась. А если она меняется, коллеги, она может измениться. В жизни бывает все, и она меняется довольно часто. Что надо делать проектному менеджеру? Как вы думаете? Компромиссы сказать? Ну, давайте договоримся, пожалуйста. Ну, что вам стоит? Опять, а? Бинго. Закрывай проект, текущий проект закрывается с текущими условиями. Ну, как правило, в этот же момент он рестартуется, но с новыми условиями. То есть мы говорим, чувак, тогда окей. Все это поменялось, нам нужен новый устав. Мы работаем теперь в новых ограничениях. У меня людей в два раза меньше, ты меня забрал, допустим, приходит спонсор и говорит, мне нужны вот эти люди в той организации. Помните, вот в этой? Чем тяжела вот эта функциональная структура? Приходит этот человек и говорит, мне нужно вот эти двое людей на мой проект. Или там, им нужно какую задачу выполнять. Проектный менеджер должен сказать, оу, слушай, мы договаривались на что? Что у меня будет три человека. Вот был наш с тобой устав, вот был наш с тобой скорлупат. Ты забрал людей, кто будет делать. Тогда давай мы этот проект рестартуем с тобой. Ну, то есть мы его теперь на новых условиях передоговоримся, как мы его делаем. То есть я отказываюсь делать на тех условиях, которые были до этого, при том, что ты у меня всех людей забрал. Ресурсы это такой классический пример. Примеров может быть много. Это деньги, это ресурсы, это конъюнктура рынка, это нужны сроки. То есть там поменяться может и что угодно. Задача, соответственно, проектный менеджер следить за этой скорлупой, потому что скорлупа это его, как это, коммитмент, это его обязательство, то, что он сделает этот проект. Так, ну и, соответственно, скорлупа не должна отрезкаться, в ней не должно быть слабых мест. То есть большинство вот этих вещей должны там присутствовать. Если что-то вы упустите, да, потом скажут, слушай, я тебе не обещал, что у тебя будет 5 человек, да, вот здесь ресурсы, если не прописали, нет, вот ресурсы, нет, стоимость, где-то здесь ресурсы. А если ты их не прописал, то, собственно, извини, парень, ты виноват, да, я тебе не обещал, что у тебя будет 5 человек на все время. Вот, соответственно, в этом, собственно, в этом состоит каждодневная работа проект-менеджера, вот за этим следить, вот это уточняется, но вот за этим следить, вот это не должно перерастать вот это. Отсалось совсем чуть-чуть. Значит, о чем мы сегодня поговорили, какие выводы можно сделать. Методология проектного управления, она появилась как ответ на необходимость управления профессиональными созвездиями. Причем основная задача проектного управления состоит именно в том, чтобы помочь руководителю удовлетворить запрос клиента или бизнеса и при этом попасть в проектный треугольник. Потому что, повторюсь, вот это бывает сильно реже, чем вот так. В чисто продуктовых компаниях такое бывает часто, но ограничения там все равно есть. Кажется, их нет, но они там незримые всегда есть. Чаще всего бывает так, в заказной разработке. При этом надо попасть в эти ограничения в условиях неопределенности, потому что на самом деле не знаешь, что там жизнь тебе выкинет, какие тебе появятся новые законы и так далее. И при этом неопределенность есть и ограничения тоже есть. Тебе сказал клиент, у меня денег не больше и времени не больше, чем. Надо что-то с этим делать. Соответственно, разные цели требуют разных методологий. Именно поэтому задача проектного менеджера уметь работать не только с легкими и с тяжелыми методологиями и наоборот, а лучше вообще в комбинации с ними для того, чтобы соответствующих целей достигать. Это очень по разным проектам управления, к сожалению, работает в разных типах компаний, как мы поняли, да, и функциональные, матричные, проектные и очень сильно ограниченные ресурсы и полномочия проектного менеджера в этих компаниях. Ну и задача руководителя проектов, вот это, как я сказал, это очень высокий уровень, чем он занимается. Это, собственно, решить эту дилемму неопределенности в своем конкретном проекте, подобрать специальную методологию. Так, что посчитать? Как я говорил, вот эта ссылка на шестой PMBOK, про который говорил, он там платный, не переживайте, его там не купишь. Ну, в смысле, надо вступить в ассоциацию менеджеров международную. Java-манифест, он бесплатный, это как раз манифест бесплатный, одних из, господи, он подсорсных методологий разработки гибких, он как раз бесплатный, его как раз можно почитать, его можно изучить там за пару вечеров. Ну, применять сложнее. Зато вот это очень-очень долго учатся применять, но зато потом начинаешь достигать тех целей, которые с помощью Java не достичь. Ну, и эти книжки такие, они очень вспомогательные, они очень помогают, в принципе, разобраться тем, какие бывают компании, как они развиваются в жизни, как в них меняются процессы, для того, чтобы, поэтому, проектный менеджмент – это часть процесса управленческого любой компании. Так, ну и, собственно, наш PM-клуб в соцсетях можете найти, там тоже есть куча информации на эти темы, мы постарались там дать в виде разных лекций, мастер-классов и видео обучающих. Вот, на этом все, коллеги, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, по времени у нас, к сожалению, практически не осталось вопросов. Те, кто хочет их задать, подходите, я постараюсь сейчас быстренько ответить.